Барковскую карьеру топает в мусоре, так о нем отзываются некоторые отдыхающие, а в социальной сети они выкладывают фотографии переполненных мусорных баков. Представитель администрации пляжа Наталья рассказала, что уборка проводится ежедневно, в утренние часы. Официально пляж открывается в 11, а с 8 уборка начинается. И успеть сфотографировать переполненные урны можно только до этого времени. Потом весь мусор увозят. Например, утром 10 июня, по словам Натальи, вывезли 30 мусорных пакетов, каждый объемом 240 литров. Люди молодцы, конечно. Вот если, допустим, мешки уже переполнены в урнах, они складывают возле урны. Ну, конечно, когда ветер повеет, там кое-где бумажка. Но стараемся так поддерживать порядок. Наталья добавила, что мусора после отдыхающих остается много. И чаще всего его приносят к урнам. Но всегда есть и те, кто оставляет мусор на месте своего отдыха. Мнение людей о чистоте пляжа разделилось. Везде урны, но никто не пользуется. Вот, допустим, суббота, воскресенье. Ну, вообще свинство какое-то, конечно. Все бросают, все кидают. Неприучный народ. Вот в чем дело. Тут урн больше, чем лавочка, кстати. А раньше было наоборот. К сожалению, мы же к счастью не знаем. Скорее всего, это люди оставляют после себя. А уже остальные просто никто не убирает. Это к людям надо обращаться. Тут хоть что пиши, хоть что говори. Все люди разные. Кто-то с собой уносит все. А кто-то вот оставляет прям после себя. Покурили и бросили. Ну, а вот если к людям обращаться, то что им сказать? Если бросил хрюкни, значит ты поросеночек. А сбежать с оборудованного пляжа можно только на пляж Дикий. Таких в Рязани области хватает. И пересчитать их сложно. Вот только купание здесь может закончиться трагедией. 8 июня на пруду около деревни Березовка Якимовского поселения утонул 43-летний мужчина. Сообщение было размещено на сайте Рязанского района. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день, 9 июня, утонул 14-летний подросток. Вместе с друзьями они отправились на Аку. На пляж для купания не предназначенный. Юноша прыгнул в воду и угодил в участок с сильным подводным течением. Очевидцы пытались его спасти, но тщетно. Отмечается, что 14-летний подросток не умел плавать. Сейчас в ходе проверки следователи будут устанавливать все обстоятельства гибели мальчика и точную причину его смерти. Правоохранительные органы и сотрудники МЧС еще раз напомнили правила поведения на воде. Особое внимание хотелось бы обратить, конечно, на то, чтобы граждане не купались в несанкционированных местах. Потому что основная причина гибели, как показывает практика, это купание в несанкционированных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения. Родители должны провести с детьми беседу на то, чтобы не ходили одни купаться. То есть, если дети не умеют плавать, то ни в коем случае нельзя в несанкционированных местах купаться. И даже на пляжах оборудованных, чтобы дети купались в тех местах, которые отведены для них, то есть в детских купалках. По сообщениям МЧС, температура в Рязани будет повышаться, и пляжи станут местом довольно популярным. Но главное помнить основные правила безопасности на воде.